Здравствуйте! С вами снова Александр и я хочу вам рассказать о новинке от компании Joy. Это кресло называется Stages is a fix. Это категория 0.1.2. Это с рождения до 25 килограмм, до 6-7 приблизительно лет. Сегодня я вам расскажу, что оно из себя представляет, как им вообще пользоваться и мои ощущения о нем. Итак, начнем мы с вами его изучать с платформы. Посмотрим, что это такое, потому что здесь само кресло отсоединяется от платформы. И на самом деле это круто, потому что это дает нам очень легкую установку самого кресла в автомобиле. Я уберу пока в сторонку само кресло. Вот сама база. Сейчас, 5 секунд. Вот она, сама база, она съемная. И регулировка наклона осуществляется с самого кресла на базе. Когда я буду кресло показывать, вам видно, этого не будет. Но вот эта кнопочка, благодаря которой мы можем наклонять кресло. Так, с этого ракурса вам видно, как пользоваться изофиксом. Нажимаем. И вот он заезжает, выезжает. Сразу ставим его в автомобиле, защелкиваем. После чего упор в пол упираем вниз, пока зеленый индикатор не загорится. После чего можем устанавливать с вами сидение. Давайте я сейчас сразу покажу вам само сидение, потом как оно крепится. Сейчас пока поставим сидение. Разберем, что здесь есть внутри для маленького ребенка. Джой, как всегда, использует очень классные вкладыши для малюсеньких детей, для новорожденных. Вот вы видите, как он сделан. Он очень такой плотный. Тоже в плане безопасности играет свою роль для совсем маленького ребенка. Хорошо фиксируется. Вот маленький ребенок, совсем новорожденный, едет в этом вкладыше. Потом он подрастает. Вкладыш мы отсюда достаем. И, соответственно, что мы видим дальше? Он трансформируемый. Вот здесь вы видите, вот этот вкладыш, он как раз-таки выравнивает спинку ребенка, чтобы новорожденный не согнутый был. Мы ее отстегиваем. Когда он уже чуть-чуть подрастет, убираем вот эту часть. Вставляем обратно вот этот мягкий вкладыш. Дальше ездим. Когда ребенок уже и в этот вкладыш не помещается, мы просто демонтируем его отсюда. И, соответственно, не пользуемся им. Вот. Просто видно вам не будет, когда я поставлю это кресло, что там за вкладыш такой. Так, теперь я ставлю кресло в положение для маленького ребенка. Снимаем. Переставляем. Вот. Кстати, на саму платформу нужно устанавливать вот этот упор, чтобы создать жесткость крепления к автомобилю. Его устанавливаем. Сюда вам видно. Дожимаем кресло к автомобилю ближе. Сейчас, секундочку. Вот. Таким образом, этот упор дает нам жесткость всей конструкции. Это очень удобно. Вот. После чего мы ставим максимально лежачее положение этого кресла и возим так ребенка новорожденного в вкладыше, который я вам показал. Минимум до 9 месяцев минимум мы должны возить ребенка вот в таком положении. Потом, когда ребенок вырастает, мы кресло отсюда демонтируем. Здесь кнопочка есть. Нажимаем ее. Оно отстегивается. Вот видите, как все элементарно. Вот. И разворачиваем его по ходу движения. По ходу движения также у нас остается возможность наклона. Ну, с этого ракурса посмотрите. Вот наклон здесь вот такой. Многие говорят, как-то слабенький наклон. Я не могу согласиться с этим, потому что... Ну, с тем, что он может быть для кого-то недостаточный, как им кажется. Может быть, соглашусь. Но дальше нельзя наклонять. Это небезопасно. Поэтому производители это не делают. Вот. 9 месяцев настало время пересаживаться лицом вперед. Если хотите. Можете ездить дальше пока против хода. Но можно с 9 месяцев уже лицом вперед ехать. Соответственно, ребенок уже без вкладыша. Можно ездить. И крепится ребенок пятиточечными ремнями. Когда ребенок вырастает уже из этих ремней, это где-то в 3 годика будет при росте в метр, ремни очень легко прячутся у нас под обивочку. Их причем не нужно отсюда вообще снимать. Ничего не надо. Просто мы вот так обивочку убираем. Ремни прячем вниз. Здесь есть местечко для этого. Вот. И вот обратно на кнопочках защелкиваем. Вот. И ребенок ездит. Вот эту часть ремня. Сейчас я вам не показал. Тоже можно спокойненько прячем внутрь. На кнопочке. И вот получается у нас здесь нет ремней. И ребенок крепится у нас в кресле взрослым ремнем. Через специальные красные направляющие в подголовники. Очень важный момент. Сейчас я прикреплю. Подголовники. Обязательно пропускаем там ремень. И собственно вот как взрослый человек пристегнут в автомобиле, так пристегнут и ребенок в этом кресле. Здорово. Здорово. Ткани в кресле достаточно приятные. Сразу видно, что она очень износостойкая ткань. Она такая. Ее вот даже не поцарапать. Она какая-то такая прочненькая. Но в то же время тактильно приятная ткань. Без вопросов. И на вопрос, насколько мягкая вот эта вся боковинка. На мой взгляд подголовник очень мягкий достаточно. Ребенку будет хорошо. Здесь немножечко пожестче. Ну и тут соответственно где-то так же. Само сидение в принципе достаточно мягкое. Ребенка, попа затекать не будет. Сам же корпус для комфорта ребенка сделан с вентиляцией. Здесь есть отверстия, которые дают хорошую вентиляцию по всему каркасу. И преть ребенок не должен, по крайней мере. У некоторых людей вызывает вопрос. Вот эта платформа подросшему ребенку будет мешать? Мы сажали детей в него более постарше, трехлетних. Вот эта платформа не мешает ребенку в принципе. Поэтому не знаю, ответить хочу на тот вопрос, который задают люди. Нормально. Вот эта платформа не мешает ножкам ребенка. Так, в принципе по системам безопасности еще вам скажу. С каждой стороны есть вот такая дополнительная вставка. Это система, которая гасит энергию удара при боковом ДТП. Она механически вот так открывается. Называется она у них Гуард Сурраунд Систем. Это опять же гасить энергию удара. Со стороны окна мы ее открываем. Со стороны салона делать этого не нужно. Вот. В принципе по креслу вам все, что хотел рассказать, рассказал. И подытожу в двух словах мое мнение. Вообще Joy, они много интересных вариантов предлагают автокресел для детей в автомобиле. Поэтому категорию 0.1.2, 0.1.2.3 они делают. Вот реально универсальные вещи они создают, которые особо ничем не уступают отдельным категориям других брендов. Поэтому если вам нужно универсальное, хорошее, качественное кресло и безопасное, поэтому рекомендую на него реально обратить внимание. Вариант очень достойный. Посадка удобная. Когда по поводу наклона кому-то не хватает, ну в принципе его достаточно. Голова вперед не падает. Подголовник тоже достаточно удобный. Крепится надежно с изофиксом, с упором в пол. Вообще вопросов качества никаких нет. Поэтому рекомендую обязательно обратить на него внимание, когда будете искать что-то универсальное для своего ребенка. И если это видео вам было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И большое спасибо миру автокресел за то, что предоставил нам обзор кресло Joy Stage The Fix. А вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора автокресла для вашего ребенка. И удачи!